С вами Брюс... Нет, это не мои слова. Приветствую. Good Game. С вами Брюс, он же Игорь Андреевич. И это вот от первого лица для навигатора игрового мира. Радует тебя видеть здесь. Что ты делаешь, кстати, на турнире по Старкрафту? Взаимно, я тоже очень рад. Я не помню, мне просто, по-моему, в контакт написал помидор, не могу ли я помочь как-то призами. Мы организовали какие-то небольшую поддержку со стороны бренда Legion. Это компания Lenovo. Ну, и вот привез. Воспользовался ситуацией, когда могу сделать какой-то небольшой вклад и увидеть людей, с которыми я провел очень много времени. Искучаешь по Старкрафту? Не заходишь ли в игру? Не захожу в игру. Честно говоря, третью часть, ну, третий аддон. Я играл один раз у Майкера, там на стриме, приехал когда к нему в гости. Он мне там показывал этих, у Зилотов, но, короче, вместо Зилотов, не вместо Зилотов, а еще там какие-то новые юниты, сложные стратегии, адепты. Короче, было как-то... Я уже не могу так погружаться, изучать, но новое вот это, все менять, это все очень тяжело. Слишком много информации, поэтому не захожу. Я заходил в первый Старкрафт, потому что был год назад где-то Кубок Москвы, и там был еще матч с братком. Я поиграл чуть-чуть перед ним, ну, тоже тяжело. То есть, кажется, что вот сейчас все получится, а ты не чувствуешь вот это вот так, как раньше. А взять и погрузиться полностью уже не получается. Мы немножко, например, после этого играли с Эксом, Бубой, Вахтанг, который там был хорош где-то там с 2003 по 2007. Ну, мы с ним собирались там вечером, начинаем играть. У него уже дочка, она постоянно на него залезает, он раз не расконтролил, говорит, переигрывай, еще что-то. То есть, это, ну, как бы пообщались весело, там, какие-то вещи весело, играть невозможно. Я там играю с макбука, а с макбука пипец неудобно. Ни во что. А что заменило Старкрафт в твоей жизни, чем ты сейчас занимаешься? Ну, из киберспорта, наверное, это Лига Легенд осталось. То есть, как мультигейминг, я продолжал держать как-то руку на пульсе. И, то есть, в момент, когда Старкрафт 2, Старкрафт 2 для меня вот это было тоже такое очень большое разочарование, когда вот происходит, происходит какой момент. Сначала люди, вот все растет, призовые фонды растут, ожидания, еще что-то, цифры. Потом ты вот вкладываешься и усилиями, и деньгами, там, временем, там, энергетически. То есть, это все совокупность такого. Ты вот это несешь, а потом происходит некоторое разочарование. Разочарование, когда ты не достигаешь каких-то своих моментов. У игрока это, когда он не выиграл турнир. Там, у тебя, когда игрок не выиграл турнир, и это с одной стороны. А с другой стороны, это, когда там проблемы со спонсорами. Спонсорам, соответственно, нужен результат. И, в принципе, спонсоров, ну, если мы возьмем, там, по Старкрафту 2 не было. Кого-то, кто выстраивался в очередь и говорили, нам нужен, там, Старкрафт 2. Игрокам это было не объяснить. Вот это был такой большой инвестиционный пузырь. И когда там ты берешь какого-то игрока, вкладываешь в него 60 тысяч долларов, там, за год или за полтора. Очень много своих личных усилий. И это все твои деньги. То есть, они, может быть, и командные, но они все равно твои. То есть, ты туда их вложил, или ты их привлек, или ты сделал. И ты можешь их потратить по-другому, вложить по-другому. И вот ты вложил эти 60 тысяч, а потом человек уходит куда-нибудь, не знаю, там, в какую-нибудь команду на 200 долларов дороже. Потому что, и еще говоря, что ты крыса, ты мне не доплачивал 200 баксов, вот меня другие оценивают по-другому. И все, давай пока, давай до свидания. И потом проходит только 3-4 года, когда человек взрослеет, он там находит тебя где-то и извиняется. Ну, мне не легче. Ну, то есть, практически все, там, за исключением одного игрока, предпринесли, ну, у нас были к разговору. Но боль, ну, как бы, я вот это вот все переживаю. Потому что очень много, очень много в это вкладывал усилий там. И с одним игроком там было такое, что я с ним поехал там в Корею, мы месяц были в Корее. И потом он там близко, но проигрывает, выходит феноменально из группы с двумя корейцами, с первого места, по-моему. И потом проигрывает чилийскому лоху Зергу, который не играет в интернете, потому что он из Чили, у него просто нету интернета. И я забегаю к нему в кабинку, вот, и вот у меня там трясет. Я пытаюсь его как-то утешить, а он первое, что мне говорит, ну, Брюс, придется тебе платить мне раза в два, в три больше. Потому что я уже, вот, уже договорился, я покупаю автомобиль в кредит, я покупаю дом в кредит, мне там нужны деньги. Как бы, пойми меня тоже правильно. Пойми меня тоже правильно? Ну, наверное, это не то, к чему я был готов, вот, с точки зрения, там, отношений. То есть, с детства, назовем это так, там, года с 2005-го, там, изначально Рокджи появился, это мы с Майкером придумали на двоих, как команду по Старкрафту и команду по Варкрафту. Хотели взять питерских игроков и развить их. И потом добавлялись какие-то дисциплины, там, в какой-то момент у нас были поинт-бланкеры, которые были чемпионы мира, сначала России, потом мира. И два, два игрока из них сейчас очень, один это негативчик Сергей Битзан, который второй человек в Старладере. Другой это Витя, я забыл, какой у него был никнейм, но он Год Хант, Год Хант, то есть, это комментатор по доте, там, известно. Это наши поинт-бланкеры, на наши, на тот момент мы их там, ну, они, кстати, хорошие были, ребята. Там, возьмем, что там дальше? Дота, ну, доту я еще по первой доте брал, вот состав, там, НС у меня был, Дредд, Санта, там, вот они ездили, Лайт оф Хевен. Уехал, вложил кучу бабла, отправил их на месяц в Китай. Они заняли там второе место на этой их лиге. Дальше ни привета, ни звоночка, ни привета, призовые оставили себе. Потом я узнаю, половина в Нави, половина там еще куда-то, ну, короче, а, ДТС тогда команда была. Просто ушли, а я там, не помню, 17-30 тысяч долларов, как бы, на тот момент я мог купить квартиру или отправить их. Я отправил их в Китай, как бы, и просто меня там кинули. Потом мы все-таки возродили и Дота 2, три раза мы были там в шаге от Интернешнала. Блин, это 3-2-2 соло, он просто убил меня, просто убил, и он считает до сих пор, что он был прав в этой ситуации. Я не имел никакого отношения к этой истории, защищал его там всеми фибрами и так далее, чем когда доказали его вину, там, Старладер, Нави и Вертус Про, которые участвовали в этом конфликте, и они очень сильно обиделись на меня, и только недавно выяснилось, что я к этому не имел вообще никакого отношения. Ну, то есть, там, всплыли определенные доказательства, я просто и не старался там доказать, что я не баран. И опять это меня там, это забрало кучу спонсоров, не подписались новые контракты, которые уже были подписаны, а ты по 2 года раскачиваешь эти контракты. Вот, например, там, Нави Монстр подписали международный, 2 года шло с момента, как они сказали «да», до момента, как произошло подписание. Игрокам нужно здесь и сейчас, и когда, например, произошла история 3.2.2, у нас было на подписании компаний бесперебойников APC, и они должны были дать вот по доту денег. И я прямо игрокам говорю, вот сейчас будет, там, будет столько-то денег плюс. Когда, я говорю, и за 3.2.2 история не случилась, и он попал, этот спонсор, в Virtus.pro, они говорят, а что спонсоров мало, ну, как бы, ищи другого, как бы, ты нам обещал, нету, все, мы уходим. Вот, и это все, вот, такие моменты, они очень, ты делаешь очень много усилий, многолетних, которые незаметны, там, кому-то ты залезаешь в мозге, поднимаешь, там, уфионок, там, и прочее. В разных дисциплинах мы и в танках выводили, там, состав, который, когда было засилие, там, Virtus.pro и Na'Vi, мы, как бы, влезли, собрали состав, который, там, выиграл Rumble, ну, по сути, чемпионат мира. То есть мы умеем делать вещи, прорываться, но каждый раз я сталкиваюсь с проблемой, с проблемой, скажем так, игрокам нужно все здесь и сейчас. Если у тебя нету из кармана вынь да положь, ну, тогда ты плохой человек. А очень трудно быть плохим человеком, когда ты, вот, душу наизнанку. И это обижает, расстраивает, прям, бывали истории до слез. Прямо ты сидишь и не знаешь, что сделать. В итоге из того, что там осталось, мы все равно что-то делали, в разное пробовали. И вот Лига Легенд. Когда-то меня попросили просто поддержать, там, ребят из Питера, три питерских чувака. И это было еще до Старладера и так далее. То есть мы были такой, пробовали, смотрели. Вот вроде была Дота, вроде была Лига Легенд более популярна. Потому что даже когда мы ездили на Дедимхаке еще с ЛЗ, там, Титаном и так далее, мы видели, у Старкрафта там стоит 20 человек. Лига Легенд, там, просто толпа, все орут, там, и так далее. И вот мы начали пробовать эту Лигу Легенд на ощупь. Плюс какие-то Старкрафтеры играли, там, владелец Веги там играет. Еще мы там, ну, как-то вот, такие, ну, надо попробовать. И вот начал я пробовать, вначале там хардкор, начало получаться. Сначала не получалось, потом мы какие-то первые места, но там были смешные призовые. Потом пришла Лига, и здесь появилась первая профессиональная Лига, но именно в полном смысле профессиональная, точнее, в полуполном. То есть очень хорошая Лига. Но они, например, не пишут там на ключевых порталах, нету такого внимания. И никто даже не понимает, насколько, например, райты делают, какую большую работу они делают. Практически в каждой стране там есть, по сути, своя федерация компьютерного спорта, своя Лига. Из этой Лиги ты попадаешь в более высокую Лигу. Из той Лиги ты там попадаешь на мид-сизон там и чемпионат мира. У тебя постоянно вот покатушки, покатушки. То есть сейчас, например, в прошлом сезоне я взял игрока просто по интервью в скайпе. Я там не разбираюсь в Лиге легенд. Он включает видеосвязь. Это было редкое явление. Его зовут Габриэль, он из Нидерландов. Значит, мы созваниваемся по скайпу, и он включает... Ну, это непривычно для геймера, он включает видеосвязь, и он начинает разговаривать. А он сначала был готов на какую-то такую зарплату, типа там 700 евро, а потом все уже ушло там за 5 тысяч уже. За 5 тысяч ушло. Я говорю, блин, чувак, ты мне обещал вот это самое, мы под тебя сделали состав, а сейчас ты уходишь. И те тоже говорят, если не будет тебя, он говорит, ну, плати больше. Начинает мне выкручивать яйца. И... А у меня были... Ну, то есть он собирался уходить во Фнатика. У меня есть телефон Сэма, который владелец Фнатики. Я могу позвонить и сказать ему, типа, стопе. Но решил созвониться с чуваком и поговорить, ну, типа, по понятиям. А он молодой, там, 18-19 лет. Разговариваю, разговариваю, и прямо вижу, ну, редкий такой, прямо профессионал-профессионал. Вот прямо он мне как начал, вот, про всю свою жизнь, про каждое, ну, типа, откуда какое решение. Я такой подумал, не хочу ломать его, вот, не хочу его ломать. Возьму, переплачу и дальше отправлю его во Фнатик. И сейчас он, значит, в этом попал во Фнатик. С моей помощью или без, я не знаю. Это уже, я думаю, что он и сам, и сам прошел трой-аут и так далее. Но когда он попал во Фнатике, его посадили на скамейку запасных, потому что был игрок Соус, который начал божить. И вот, когда появился конкурент на его позицию, на топера, тот, тот начал, значит, играть как бог. Но в конце, там, последние какие-то игры, получилось, что Соус то ли сломался, то ли заболел, то ли еще что-то. И БВИПа играл в Финале. Ну, и вот, когда там весь зал скандирует БВИПа, 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 ну, я вот чувствую, что я помог, я соучастен, мне приятно. Как бы, я с этого только потерял деньги, но мне по-человечески приятно. И мы с ним в отличных человеческих отношениях, да. А вот с нашими игроками так не получается. Вот, и поэтому, да, сейчас я в Лиге Легенд. Сантос, Роксы идут вперед, минус свои, минус Кассиопея. Рокс проходит свой первый гранд-финал, выиграв все три своей игры без шансов, отдав две игры М19. М19 прекрасную сегодня борьбу показали, но их максимум в этом сезоне это третье место. А Роксы отправляются в гранд-финал. ЭК не может немножко в это поверить, но это очень заслуженный гранд-финал. Рокс были топ-2 в регулярном сезоне, они будут минимум топ-2 в плей-оффе. Короче, командная игра для меня оказалась... То есть, раньше я вот со Старкрафтерами, как было, вот мы готовились к Дримхаку, была еще это, Икса, или как назывался клуб, который вот... Ребята жили у меня дома. Там утром я их отвозил. Точнее, не утром. К обеду, наверное, я их отвозил. Утром мы вставали, там что-то вместе бегали. Вокруг парка, там, помидор, титан. Ну, все же как бы за спор, только Сливка там любил поспать. Хотя он был качок. А Фраера и ЛЗ жили у Спирита. Значит, потом все приезжали где-то к обеду в этот самый. Я куда-то уезжал, потом привозил им еду. Ну, первое, второе, третье. То есть мы там с женщиной готовили им еду и по контейнерам раскладывали. Дальше были какие-то вот индивидуальные. Они там делали свою работу, они знали, как тренироваться, потому что тренировочный процесс в целом уже был поставлен. И нужно было фиксить какие-то такие небольшие вещи. То есть если кто-то куда-то уперся, вот мы варились в одном соку, обменивались какими-то идеями и так далее. В Лиге Легенд все гораздо более замкнутые. И из-за того, что разные роли, вот там разные расы, но ты как бы можешь давать совет. Там, например, ты играешь за Протаса, я за Зерга. И я, смотря на тебя, как ты играешь с другим Зергом, могу тебе сказать, сделай вот так, вот это будет больше напрягать. Или там то-то, то-то. Вот здесь давай там поднажмем, а здесь больше прохаляв. Ну, какие-то. Я общими сейчас тезисами. В Лиге Легенд, ну, просто бесполезные. Пять человек друг для друга. Потому что один он лесник, другой там саппорт, роль, которую придумали для девочек. А ДК, который просто стоит, стреляет, у него вообще другая механика и знания относительно других. Вот они пять совершенно разных и бесполезных друг другу. При этом на этих пять человек нужно, чтобы хотя бы полтора человека руководили игрой внутри. Ты пробуешь каждого, ну, типа, говори ты, говори ты, говори ты. Ну, слово говори, оно как бы никак не работает. То есть невозможно научить. Ну, то есть есть люди, которых ты два года говоришь говорить, а они не говорят. Плюс на турнире ты... Как происходит? Они играют на сцене, а я сижу сзади и в наушнике слушаю их переговоры. Ну, то есть это единственное преимущество владельца, а от меня не владельца. У меня есть доступ к переговорам. И вот идет, идет, ты там слушаешь, во-первых, ты видишь реальную картину, а там идет какая-то коммуникация. И там говорит, там, тот, например, лесник сейчас на топ придет, а ты видишь, что он не идет на топ, и еще что-то. И дальше ты видишь, как какие-то моменты людей уводят в яму, из которой они не выходят. То есть происходит что-то, человек раз ошибся, два ошибся, и все, и замолчали. И все. И ты не знаешь, что с ними сделать. Они, в принципе, лолеры, они такие няш-мяш. Няш-мяш, они такие все психологически уязвимые, и так далее. И поэтому выигрывают команды, в которых есть такие чуваки, которые зажгут, которые могут или там замотивировать, или вломить, да, скажем так. То есть вот команда Анокс, когда она заняла восьмое место в мире, там было два чувака, два суперпозитивных, один он просто там Кира, он как бы такой мистер Дзен, там, и всегда. Есть стажер, который очень крутой мужик, и такой, он прямо очень любит игру, и вот он как Старкрафтер, вот у них Старкрафтерский подход, там, вот, для разбора, все там до секунды, 6.04, если этого не произошло, значит, это за собой там влечет что-то. То есть там люди думают, и думают, и они как раз и могут и роли менять, вот они как бы эластичные. И был Ликрид, да, который он, а он, блин, лишь бы поспорить, вот у него там я и так далее, но он никому не даст, вот у него была бабская роль, ну, типа саппорт, слабая роль, но он на этой роли начал очень много делать, он открыл чемпионов, которые даже корейцы не открывали, там, для того, ну, то есть он сделал прорыв в игре, все начали играть как Ликрид, то есть он, и вот они вот с двух сторон, там революция, у них постоянно были споры, вплоть до как бы подраться, там, их разнимали, еще, но именно вот в споре рождается истина, и, соответственно, идет прогресс, а когда все сидят, и все довольны, ну, проиграли, как бы хорошо, выиграли, хорошо, как бы никуда не играем, хорошо, мне, в принципе, хорошо, но как бы, а это большинство игроков, они аморфные, поэтому из этих игроков было очень сложно что-то там найти, и вот Випа, Випа, на самом деле, вот когда вот в том сезоне, то есть мы, мы-то там претендуем на второе, третье место, то раз, и там седьмое, восьмое в конце, и я не понимал, как, как вот это вот работает, примерно с одними и теми же людьми, и вот, то они хорошо играют, то плохо, и вот если я там не приеду, куда-то там на игры, если я там что-то не скажу, если я что-то не сделаю, отпущу ситуацию, все, результата нету, и как-то вот, когда я увидел Випа, у меня как-то немножко вернулся интерес спортивный, то есть я увидел людей, которые вот, скажем так, близки мне по духу, и во втором сезоне, ну, то есть мы сыграли плохо, то есть официально мы заняли там седьмое или восьмое место, но там был очень плотный сезон, и на самом деле мы его могли выиграть, мы даже могли выиграть тот сезон, потому что мы чуть-чуть не зацепились, мы должны были попасть в плей-оффы, даже с отрицательным статсом, на тот момент 6-8, и мы проходим в плей-офф, там нужно было сыграть, мы были сильнее, и, а дальше вот на той плюс морали мы могли и выиграть сезон и поехать на чемпионат мира, но не суть важная, я как бы понял, что нужно рисковать, нужно сделать очень болезненное решение и расстаться с теми людьми, с которыми мы прошли большой путь, но которые вот изжили себя, скажем так, то есть отпустить их в свободное плавание, как когда-то было тяжело расстаться с помидором, с абвером, когда я им говорил, ребят, вы больше не игроки, вы стримеры, и они же как бы оба обижались на это, оба обижались, а в итоге они стримеры, то есть обижаться ты можешь, а происходит так, как происходит, и попробовал свежую кровь, то есть в том, нашел людей, которые там горят, у которых нет опыта, но которые горят, и как-то вот по-новому попытался все это заварить, всю эту кашу, и получилось вот так, второе место, в принципе, оно круто, как кажется, но на самом деле горечь такая же, как вот, грубо говоря, после седьмого, то есть ты не выиграл, причем мы еще финал так, 0-3 сыграли, то есть у нас были куча заготовок, и таких вот, всяких фишек, а получилось, как во времена андроида и экса, у нас были заготовки, которые мы не показали, то есть ты что-то готовишь, 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 потом думаешь, в последний, ну вот, то есть в последний день, ребята там, или на утро, решили, что они, те, кто разбираются в Лиге Легенд, возьмут Орна, отберут его у той стороны, ну, типа топера, а он может на три роли идти, он может как на топ, он может пойти в лес, а может саппортом, и, но другие два пика, они особо не делаются, но мы их тренировали, мы их тренировали, а мы взяли его для того, чтобы стажер сагрился, увидел пассивного героя и взял агрессивного героя, мы бы увели его в лес или на саппорта, а к нему контрпик, ну, и в итоге мы бы, поскольку взяли у них, у них очень сильный топпер, и если мы гнобим их топ, то сразу начинается раскручиваться в нашу сторону, то есть то, откуда они привыкли заворачивать, и вот мы хотели одну игру, так их прокатить на флексе, и гамбиты не поняли этого, они не поняли этого, но они сдержали стажера, который хотел, наверное, что-то вот такое, вот дайте мне сейчас я этому орну, и они взяли ему все равно как бы другого-другого танка, Макая, и наши такие, проиграв первую игру, подрешили, нет, давайте все-таки, они же не поняли, они же не поняли, взяли этого самого, давайте вот сейчас еще раз, вторую игру также отдали, а третью я не помню, и в итоге они вот просто, просто пролетел финал, и вот две недели подготовки, вот это все, это очень большая демотивация, потому что мы там играли с командами из ЛЦС, которые вот в Европе, сплайс, они, по-моему, третье или четвертое место, мы их выигрывали, мы там играли с другими командами, тоже хорошо, там команды, которые из Турции, ну, то есть, там же скидывают информацию, мы, например, видели, что, да, гамбиты сильнее там, и так далее, но мы можем дать бой, более того, у нас там есть сильные стороны, а обидно от того, что не смогли показать, вот, ну, вообще Лига Легенд, да, вот я там подпитываюсь, подпитываюсь, немножко пытался, пытался влезть в ЛЦС Америке, когда там слоты продавались за бешеное бабло, у меня там один коллега из одного банка написал гарантию, просто банковскую гарантию, что они рассмотрят это как инвестиционный проект, и я начал общаться, значит, с Riot Games, ну, потому что без денег, без гарантии, ты не можешь, как бы, там нужно зайти, блин, я был номером 37, то есть, я был номером 37, который, я уже, когда увидел свой номер, как, где, где, вот, где я, я понял, что не будет слота на ЛЦС, даже если у тебя деньги есть, то есть, теоретически, их еще нету, это просто, там, предмет для разговора, но желающих, которые ввали денег, и команда Immortals, за которой там было, там, Shakira, там, еще какие-то, у них медийные лица, и так далее, потянули кучу бабок, им не дали это место, то есть, это отдельная планета, сейчас вот будет продаваться слоты в Европе, но я думаю, такая же ситуация, что, от того, что у тебя есть деньги или нету, это не означает, что ты там где-то появишься. Вопрос такой, чем Лига Легенд выгодно отличается от других? Почему именно к ней идут спонсоры, почему идут команды? Ну, первое, Райд Геймс красавчики, но не идеальные, то есть, они просто планомерно идут там к какой-то цели, они вот, как когда-то, тебе водички нужно попить, кстати, бывает такое, першит, да? Они красавчики, то есть, у них вот Лига, она, есть европейский кластер, есть американский, в Азии на каждую там есть, есть китайский, тайванский, есть корейский, есть там Филиппины, и там, не знаю, плюс еще что-то, Вьетнам отдельно, и у них везде отдельные Лиги, с отдельными спонсорами, все они изначально финансируют на свои деньги, то есть, в отличие там от Доты, которая раздает там Valve кому-то какие-то права, они делают все сами, они раньше давали там и ДДМ-хакам, и Intel, и Xtreme Masters, еще что-то, потом они поняли, что нужно делать все самим, строят студии, набирают людей, сами контролируют все, сами являются гарантией выплаты игрокам, и там, ну, то есть, все контролируют, и если кто-то что-то нарушает, блин, лучшей системы, чем в Лиге Легенд, ее просто нету, ну, то есть, вот, ситуация, просто, такой ситуации, что я, например, напишу какому-то другому игроку из другой команды, пока у него не истек контракт, меня сразу забанят из Лиги Легенд навсегда, вот просто навсегда, просто, вот, скопируют из контакта, мне там, кто-то из Riot Games, и просто, как бы, это не будет даже, там, какого-то письма, и так далее, это понятно, автобан, упорядочено, все, с одной, но есть и минусы, есть и минусы, например, в этой системе, я не могу подписать контракт больше, чем на год, с игроком, для того, чтобы не, потому что Riot Games на стороне игроков, и тогда я не могу брать себе игроков, которые я могу перепродавать, то есть, я могу продать только в середине сезона, и это тоже ограничение, так вот, возвращаясь к спонсорам, спонсоры смотрят на аудиторию, коммерчески самая прибыльная игра, в нее играет, там, 200 миллионов человек, вне Китая, в Китае, допустим, еще 200 миллионов человек, она, производит очень много контента, контент, в контент можно вырезать очень много рекламы, сами соревнования, которые проводят Riot Games, ну, вот, финал, например, который был в Корее, блин, ну, это просто такая крутотень, ну, никто лучше не делает, вот, что бы там ни говорили, Valve, который проводят там, в театре на 3000 человек, там, блин, снять, ну, это стендап-шоу, как бы, извините, две недели стендап-шоу, а здесь, вот, прямо, конкретный стадион, полностью шоу-программа и так далее, я был на множестве там мероприятий, по всему миру, по разным играм, в принципе, наверное, вот, если говорить там по названиям, только на Elite, не был по Counter-Strike, потому что, ну, не видел смысла, но очень качественный контент оттуда идет, поэтому они это продают, и когда ты вписываешься, то есть, они не просят у тебя денег просто так, на самом деле, там есть бизнес, и даже если мы говорим об Overwatch, многие команды окупают, ну, то есть, в отличие, вот смотрите, две ситуации, я играю в России, я трачу деньги в Лигу Легенд, и я могу потерять свой слот, просто проиграв, вылететь там, и так далее, а там у тебя место застолбилось, за определенным регионом, и тебе идет все там, из иконок, из мероприятий, там, из билетов, со всего, ты как бы партнер Riot Games по этому направлению, это взяли и с NBA, и с NHL, и так далее, то есть, ты партнер, ты покупаешь определенные права, и они просчитаны, эта стоимость, это столько, сколько через три года, ты это точно вернешь, вот в чем дело, а, например, говорят, что в Overwatch, некоторые команды, там, им поперло, и у них окупаемость за один год произошла, потому что там, потому что пришло по-другому, место ограничено, ты купил, допустим, неважно, за 20 миллионов долларов, ты не потеряешь это, потому что место, кто придет на твое место, он купит дороже, то есть, ты заработаешь в любом случае, ты купил за 20 миллионов долларов, потом прошло время, пришла инвестиционная группа какая-то, или там, какой-то сын олигарха, или олигарх, а место-то их 10, там, 12, он по всем прошелся, никто не хочет продавать, ты купил за 20, он там посчитал, взяли аудитора, там, за 20, за 50 тысяч долларов, он посчитал, и насчитал, что стоит 27 миллионов, допустим, делает там какую-то еще добавку, чтобы тебе было вкусно, и все, и ты как бы не потерял, ты как бы занимался тем, что хочешь, попробовал, но потом тебе еще это все оплатили, а у нас получается, ты сначала это фигачишь, 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 минус, 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 а потом ждешь, что отобьешь или со спонсоров, или придет Усманов, там, и будет нам счастье, ну, как бы все ждут Усманова, ну, я в таком ключе, но опять же, проблема России в том, что, когда пришел Усманов, другие понимают, это кусок пирога Усманова, уже, что лезть, мы как бы тут, мы тут пирогами, да, вот, за киберспорт отвечает Усманов, там, этот, за биатлон, там, Прохоров, там, и так далее, пошли, то есть, и один к другому не лезет, просто, если они будут внутреннюю конкуренцию делать, это не очень хорошо, ни для кого, это понимают олигархи, это не понимают менеджера, то есть, оказывается, это было не добро, а наоборот, в какой-то степени, сыграло негативную роль, приход таких больших инвестиций, нет, 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 это не, ни в коем случае, я имею ввиду, что, назовем так, из большой десятки, вряд ли кто-то там пойдет, ну, хотя, вот, система, да, система, АФК-система, там, Евтушенков, да, у которого забрали и башнефть, и там, еще что-то отобрали, и посидел он немножко, как бы, олигарх, олигарх, из десятки, из десятки, наверное, еще, но они же купили гамбитов, через там МТС, ну, то есть, вроде как, но это была просто идея МТСа, ну, то есть, нет, наверное, я в какой-то степени не прав, но, когда я там куда-то отправлял, мне вот, меня прямо говорят, ну, там же Усманов, как бы, мы не хотим, мы не хотим, то есть, если ты хочешь конкурировать с Усмановым, ты должен понимать, что одними деньгами ты не отделаешься, надо инфраструктурно, а у него и Mail.ru, групп, да, то есть, это и ВКонтакте, и Одноклассники, там, и сама почта, и игры Mail.ru, да, то есть, у него большая платформа, то есть, его синергию, синергию, как-то сложно переломить, поэтому многие, что сделать команду, сама по себе, просто команда, можно сделать команду лучше, чем Virtus.pro, можно сделать команду, которая будет выигрывать, какое-то время, только, к чему это приведет, Керимов же делал, там, Анджи, по футболу, там, чего только не было, и где Анджи, Ростов, где, где Ростов, вот куда приходили олигархи, там, в Ротенберге приходили в футбольный клуб Динамо, да, оставили его с долгами, он до сих пор не может рассчитываться по старым долгам, то есть, тут Ротенберг, а я, наверное, не могу это на камеру, тогда мы это опустим, вопрос такой, приюты, они эту систему несколько ограничивают? Да, по Лиге Легенд, получается, ну, то есть, у Гамбитов, я думаю, бюджет относительно нас, вот, то есть, мы их там даже выиграли сначала, потом там проиграли, потом тоже проиграли, но смысл, что мы, во всяком случае, могли играть с Гамбитами, звездной командой, у которой бюджет там, ровно там, я думаю, в 10 раз больше, чем у нас, вот, вот настолько, как бы, сильно, то есть, это не то, что там, но при этом, ты можешь взять, и это не означает, что мы не платим игрокам, да, то есть, много там разной информации, ну, то есть, я, например, не знаю, сколько там помесячно получается, но вот, вчера ко мне, там, приезжал игрок, и я отдал ему, там, полмиллиона, это вперед, ему, вот, ему нужно, это часть денег, которую он там заработал, то есть, это, ну, большие, в целом, деньги, ну, то есть, когда мне сейчас, старкрафтеры здесь говорят, может, кого-то возьмешь за 200 баксов, вроде 200-то и опять, замануха, типа, недорого, давай, потому что там, в Лиге Легенд, уже, другой масштаб, другой масштаб, но там понятно за что, а здесь непонятно, да, то есть, там, для души, как-то, ну, для души, называется, надо просто за чей счет, я уже вот одно взгромоздил, и вот, тяну это, тяну вместе, мы там, мы, Riot Games, там, другие владельцы, мы это тянем, нам интересно, мы, как бы, не хотим выходить, нам нравится, мы получаем удовольствие, ВТБ, когда собрался стадион, это отдельная была тема, то есть, в прошлом году, это в прошлом году было, да, или позапрошлом, короче, да, позапрошлом, позапрошлом году, вот это меня очень сильно преобудило, как раз в сторону, в сторону Лиги Легенд, очень качественно, вообще, вот я был и на ЭПи-центрах, и так далее, и допростят меня до, дотеры и эсфортовцы, но, ВТБ было гораздо лучше, чем любое мероприятие, которое вот было на территории, России, и даже, даже вот то, что было в юбилейном, по Контур-Страйку, это тоже рядом не стоит, и по качеству, там, во-первых, органика по людям, то есть, никого никак не нагоняли, никого никак не рассаживали, то есть, я был на мероприятиях, не буду сейчас просто называть, название турниров, чтобы не обижать организаторов, и, но берут стадион, отгораживают половину, потом рассаживают на оставшуюся, как бы так, на две трети, и получается, что, если там правильно почитать, ну, это глубоко, получается, треть стадиона, заявляют, у нас полная посадка, ну, как бы это нет, это нет, вот ты приходишь, смотришь, как бы и пусто, пусто, смотришь на трансляции, вроде ощущение, что как бы много-много, и вот камера ходит только вот так вот, а если бы она ушла сюда, 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 то как-то пустоватенько, даже, вот, это многие турниры, не только российские, а в ЭТБ два дня была полная посадка. Я сделал акцент, что были одноплатные билеты, то есть, это не бесплатно, это было просто шокирующе. Это, да, и там, и оркестр, и там все очень, выход, мне очень понравилось, мне очень понравилось, и оно было, там, играя, на той площадке играет хоккейный клуб Динамо, а мы, поскольку там связаны как раз с Динамо, партнерскими, ну, то есть, я хожу и на хоккей, и на, ну, болею, конечно, за СКА, тоже нельзя говорить, и, но СКА проиграл, поэтому буду сейчас болеть за ЦСКА в финале. Хожу я и на футбол, и на хоккей, ну, как бы, я хожу на разные мероприятия, на концерты, и имею представление, в принципе, о том, что такое ивент, уже не с точки зрения организатора, и вот это лучший киберспортивный ивент, нет, у меня уже планка другая, именно как ивент, и вот, только что, то, что было в ВТБ, оно подходит под критерии мероприятия, которые развивающие киберспорт, потому что, там было много людей не из киберспорта, о котором было интересно, хотя Лига Легенд, в отличие от Контерстрайка, интуитивно непонятная игра, то есть, проще всего нам вовлекать через Контерстрайк людей, потому что убил, не убил, ну, как-то понятно все это, террористы, полицейские, да, вот, и поэтому это был нонсенс. На доту, на доту, ну, вот, я ходил, ходил, общался, общался и с людьми, которые туда пришли, то есть, там было достаточно уныло по отношению к другим спортивным событиям, потом выцепляешь человека, дотера, там, лет 16, и спрашиваешь, ну, как тебе здесь, он говорит, блин, я всегда мечтал, как зомби, вот такой, я всегда мечтал увидеть живыми, эх, этих, ликвид, и такой, ну, а что тебе вот здесь больше всего нравится, кроме того, что ты увидел живых ликвид, ну, как увидел, ну, вот, там какие-то ребята где-то вдалеке точечки походили, он говорит, ну, здесь такая атмосфера, и эта атмосфера, это вообще, ну, не очень здоровая атмосфера, то есть, и дальше, ну, то есть, многие, там, и футбол, и хоккей, и баскетбол, они очень много работают над атмосферой, клубы, вот это все очень важно. Нас здесь торопят, хотел сейчас спросить про PUBG, очень популярный, или Fortnite, нет ли в планах? Я, к сожалению, просто вот меня, майкер, все хотел заточить, может, если бы он меня заточил, я бы уже и составчик там собрал, и так далее, я встречался с разработчиком здесь, в Москве, там, по болталям, но он мне как-то так сказал, что пока это не киберспорт, и не планируется киберспортом, и я так это и пока и оставил. Потом я посмотрел, что он в интервью на StarLadder и опять это сказал, вроде StarLadder проводит турнир, а он говорит, ну, пока не готов к киберспорту, ну, поэтому я так посматриваю, в принципе, идея понятна, идея простая, там, голодные игры, там, выжить один, это, но мне на самом деле кажется, что это должно быть уже за пределами, что вот, вот такую историю ее можно и в VR построить, да, то есть, когда есть площадка какая-то, вот там, сзади закинул этот ноутбук, VR, бегаешь, там, дополненная реальность, там, какие-то нереальные вещи, и вот тогда это будет очень круто, потому что, ну, ты взял какое-то просто пространство, запустил туда людей, там, можно, ну, больше места, меньше, но это будет связь реальности и киберспорта, а когда это вот чисто так киберспортивно, то очень много минусов, и вот мы так не сопереживаем, как там, бегущий по лезвию, там, или как там он называется, фильмы, когда там про выживание идет, так вообще, это очень по-киберспортивному, остаться в живых, будешь ли ты на стримфесте, можно ли будет тебя там поймать, пообщаться? Ну, а как мне еще увидеть Мишкира? Я же скучаю, там, из-за каких-то, нам даже сложно иногда созвониться, он, допустим, когда приезжает в Москву, Белгород отдельно, как-то тяжело ехать, а он, когда приезжает в Москву, он приезжает обычно одним днем, встречи-встречи, и он так, такой, вот у меня есть окно, там, не знаю, час-два, да, а у нас в Москве, у него нету поправки, что час-два, это только ехать куда-то, то есть это, ну, достаточно сложно, и поэтому стримфест, конечно, я постараюсь заехать, посмотреть на, ну, и там у нас, насколько я знаю, много знакомых будет, поэтому, да, я зайду. Спасибо за интервью, и какие-то последние слова, и спустит, трансляцию, хотя бы на часочек, почему нет? Ну, у меня нету контента для аудитории, то есть, скажем так, играть я не умею комментировать, я уже ничего не могу комментировать, просто включать стримы ради стрима, там, гудгейм, гудгейм, на самом деле, это тоже моя боль, потому что, ну, то есть, я захожу, я просто часто не логинюсь, я там захожу с телефона, еще что-то, то есть, я не вожу, так сказать, логин, но меня там все хаят, как бы, все меня, это самое там, то есть, я захожу и получаю сразу люлей, это больно, это больно, и поэтому, мне зачем еще отрицательные эмоции, у меня и так стресс, стресс на стрессе, стресс самопогонять, и когда ты хочешь, ты уже хочешь отдыха, если бы это был позитив, конечно, я бы приходил, и вот такие мероприятия, например, то есть, там приходишь, там, обнимашки, там еще, искренние улыбки, заходишь на гудгейм, там, и тебя сразу это, и давай последние слова, вот этим вот самым, нет, вот этих я игнорирую, я вот тех, тех, с кем у меня хорошо, я вам передаю привет, Мишкир, нефанда, там, еще два с половиной человека, все остальные, не горите в аду, конечно, но... Брюс, мы тебя любим все, ладно, до встречи, на стримпесте, спасибо, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok